Социальная сеть В 91-м заявила себе, а выборы правы, комитет 89, выборы 89, уже тогда у нас появились первые общественные организации, которые создали ребята-инвалиды, передвигающиеся на инвалидные коляски. Это была Володя Руденко, это была Миланья, это... как же свет она хранила? Не сожалею, не будет. Вот. И ребята заметили себе, молодые ребята с сохранённым интеллектом, ребята, которые хотели учиться, работать, приносить пользу, быть среди людей. Они сидели в четырёх стенах, вы знаете, какова была политика, к сожалению, в жизни. И вот эти ребята вышли тогда впервые на центральную армию Парка Ольгова и сказали, тогда приехала Паковка, мы доверены лицом Тарокевича, мы проголосуем за того, кто зарегистрирует в нашу общественную организацию. Ну, я юрист по образованию, я прекрасно понимала, что никаких шансов зарегистрировали, у кого их нету, и я решила, что этот шанс есть у меня. И все общественные организации зарегистрировали в Красном Кресте, и они все стали коллективными членами Красного Креста, и, в общем-то, на тот момент это практически всех устраивало, потому что возник механизм организации вот этой коллективной работы, понимаете, от того, что вот все эти общественные организации, тогда их было 12, я хорошо понимаю, пришли в Красный Крест, как бы возникла, во-первых, общая площадка, возникла общая тема для нас, возникла возможность обмениваться там мнениями, претензиями, доказывали друг другу, кто главный, кто лучший, то есть возникла возможность взаимодействия. На тот момент это оказалось очень важным и очень значительным. Потом, в 1994 году мы у себя в Красном Кресте учредили Ассоциацию общественных организаций, я была первым президентом, она действует до сих пор. Потом я пришла в 1997 году на работу сюда, и все эти идеи принесла с собой. А до этого, в 1995 году, мне Бог дал возможность пройти обучение в Соединенных Штатах Америки по программе Академии Международного Развития, и я училась в университете УИ под Вашингтоном, и это был курс менеджмента в системе неправительственных организаций. Я там очень много увидела, и я там очень многие моменты для себя, так сказать, поняла, и приехала сюда, что называется, переполненная идеями. И вдруг возникает у меня возможность перейти на работу органов местного самоуправления, когда меня пригласил Галимчук Михаил Митриевич, он был в городе, в 2007 году. И я пришла сюда на должность начальника управления труда и социальной защиты населения, и принесла с собой вот эти вот всем. И принесла с собой понимание того, что власть без граммана, без ее представителей лица общественных организаций, в общем-то, по большому счету, ничего не стоит. И тогда мы начали очень активно работать со всеми общественными организациями, очень многим поводом просто возникнуть им на белом свете, что называется. Тогда уже была возможность администрации, была возможность, так сказать, учредительства, и прочих середей. И в 98-м году, когда мы почувствовали, что есть организации, которые готовы с нами сотрудничать, мы объявили первый конкурс социальных проектов. Я подсмотрела эту форму работы с общественными организациями в Соединенных Штатах. Там они все это, конечно, делаются с миллионами и размахами. У нас такой возможности финансовой не было. Очень выгодно финансировать благодаря общественной организации, потому что новое законодательство стимулирует это все. У нас, к сожалению, до сих пор так и не дошли до этого момента. Но тем не менее мы нашли механизмы, которые создали определенную корпорацию между громадой и властью через общественную структуру. Так вот, мы в конце 98-го разработали порядок проведения, социальный заказ, всякого разного. В 99-м году мы объявили этот конкурс, но он длился целый год. Но не было такой системы информирования интернет, в общем-то, еще не позволял нам так широко собой пользоваться. Мы только соберемся по поведению конкурса. Пару, кто-то к нам прилетает. А, у нас взяли, вы нам не сказали, это вы дорожные, это вы нам не хотите. Да заходите, заходите, давайте продрываем конкурс. Ну, вроде все уже знали, вроде уже все желающие. Все, дошла до них, только собираемся подвести конкурс. Опять кто-то появляется. В общем, мы набрали стерпение. Мы вот собираем все желающие, и в конце 99-го года у нас было 34 заявки на участие в конкурсе социальных проектов. Вы меня слушаете, я знаю, что я рад. У нас было 34 заявки с памятниками, все хорошо. И, значит, это были общественные организации, которых пригласили в театр юного зрителя. Посадили в зале. Вот я и даже там. Сейчас это кофе-брейк называли. Мы там, когда-нибудь, а броны, сок приготовили, чтобы они могли целый день там находиться. Даже спектакль на вечер показали, да. Вот. И условия были такие. Можете докладывать свой проект столько, сколько вам нужно. Никакого рекламента нет. Вы просто делали для себя, если вы делали. Можете пользоваться чем хотите. Видеозаписами, фотографиями, чертежами, рисунками, что хотите. Полная возможность. Только докажите нам, что мы должны вам дать держебные деньги. Куда вы их можете пройти. Какая будет польза от вашего счастья, держебного процесса. Ну, что вам сказать. Больше пяти минут не говорил никто. Потому что долго можно говорить, только когда здесь что говорить. А когда говорить нечего, это три-то минуты. Мы общественная организация. Мы объединяем работу. Мы считаем, что нужно сделать вот так. Вот это и нам не нужно. Друзья, а зачем? Ну, тут-то все и заканчивалось. Так вот, мы с огромным трудом. А тридцать девять. А я могу на девять поправлять. Девять было в 2001. Спасибо, пожалуйста. Тридцать девять заявок. Принимайте на поправку. Мы с огромным трудом, в 2000 году, вычлили из всей этой массы три организации. Которым мы, с одной стороны, рискнули дать дюджетные деньги. И которые, со своей стороны, рискнули и не взяли. Потому что дюджетные деньги, это деньги непростые. Если мне нужно будет обращаться, я не буду в ресурс-станей. Это не общественная организация. Собрали, поделили и дальше пошли собирать. А тут работают. И я должна сказать, что это был тяжелый год. Это был тяжелый эксперимент. Но те организации, с которыми мы начали сотрудничать, до сегодняшнего дня, являются нашими партнерами и работают с нами. Это москалец, где-то, где-то Сережа. Это москалец, Сережа. Центр реабилитации незрячих, он только создал эту организацию. Историю создания буквально 30 секунд. Они пикетировали, когда Белый дом незрячий. Работы нету, денег нету, что делать, никто не знает. И я к ним вышла и спросила, ребята, за что стоим? В чем проблема? Работу не дадут вам на ваших предприятиях работать. Нет спроса на вашу продукцию. Давайте исследуем форму работы. А что, можно? Можно. Пошли. И зашли в кабинет. Мы с ними пообсуждали, так сказать, текущий момент. И возникла идея создания учительной организации, в которой будут работать незрячие люди. Тогда была создана реабилитация. Олег Критюк создал ассоциацию незрячих юристов, которая работает до сих пор, развивается, что называется, процветает. Он стал членом коллеги адвокатов, выступает в судах. Он бесплатно защищает наших людей, которые не могут нанять себя, как говорится, трудного адвоката. Они работают до сих пор. И Центр реабилитации незрячих до сегодняшнего дня функционирует. За это время Сережа Москалец закончил магистратуру в отделении государственного управления. Сегодня является советником городского головного связанного с общественностью, будучи практически незрячим человеком. То есть все эти отношения развиваются, все эти отношения интересны и власти, и в романе. И вы должны на них знать, потому что, в общем-то, они могут быть серьезным подспорьем в ваших контактах с вашими выбирателями, которые приходят к вам на прием, задают только вам какие-то вопросы и просят вас о довольном помощи. Ну а дальше вы видите, как все развивалось. У нас самый серьезный год, но... Да, на первом корпусе мы разыгрывали 15 тысяч, и смогли реализовать только 6, и смогли больше потянуть. Только 6 тысяч смогли истрать наши реализации. Но, слава богу, все было пророчено, без последствий реализуют религию сразу же. В прошлом году. Вот этот промежуток времени, в 2004-2007, это когда на наше поле зашел фонд социальных инвестиций, вот эти синие квадратики, это фонд социальных инвестиций. Они за них в город, вот эти деньги, мирового банка. И за счет этого уменьшение финансирования общественных организаций, тоже, в общем-то, показательный момент, да? Вот, из городского бюджета. Хотя, если посмотреть в судьбу, то финансирование социальных проектов как таковое, оно даже увеличилось. Да, мы увидели все проекты УФСИ, за счет ее частичного финансирования. Но наша задача не просто разменить эти проекты. Вот я была в Венгрии, УФСИ была везде, на всем постсоветском пространстве. Что происходило? Они дают, мировой банк дает деньги, проект реализовывает, мировой банк уходит, и на этом все останавливается. Самая серьезная и самая трудная задача удержать на плаву этот проект, чтобы он продолжал работать после ухода мирового банка. В Хайкове все получилось. Приходите и смотрите. У нас работают проекты зарубежных донорских организаций, которые мы четко держим в работе, они требуются в пользу грабанки и оказывают достаточно серьезные услуги. Поэтому мировой банк ушел. Мы хоть не легко это финансировали, вы видите, социальных проектов. В прошлом году был миллион, в этом году немножечко меньше. Сами понимаете, тяжелый бюджет, поэтому это 700 тысяч по программе, вы там можете найти. Но конкурс социальных проектов уже объявлен. Более того, в последние 5 лет мы пользуемся системой социального заказа, когда мы уже не ждем, что нам предложит общественная организация через свой социальный проект, какую социальную услугу. А мы уже, зная возможности наших организаций, формируем те направления социальных услуг, которые интересуют нас, потому что мы знаем спрос громады. И делаем своеобразный социальный заказ у тех портии организаций, которые работают у нас на рынке социальных услуг. Вот посмотрите, рост количества услуг, которые мы оказываем в территориальной компании только через общественные организации. Государственные структуры и территориальные центры не могут расширить перечень социальных услуг. Это все ограничено нормативными актов и законами. Мы же, как местное самоуправление, достаточно свободно можем варьировать и оказывать те виды социальных услуг, на которые в громаде есть спрос. Так, это у нас что? Финансирование социальных проектов. Так, а это еще один момент, одна цель, которую мы перед собой ставим, финансируя наши социальные проекты. Давай частичное финансирование на реализацию социальных проектов. А финансирование состоит из трех частей. Это собственные деньги, несут с организацией. Это то, что дается и из городского бюджета, и привлеченные средства. Так вот, розовый столбик, это привлеченные средства. Год на год не приходится, но это благодаря фонду социальных инвестиций мы говорили, такой скачок серьезный. Ну вот, посмотрите, после ухода фонда, с мой девятым, десятый год, мы достаточно серьезно привлекаем в город деньги тоновских организаций. Это у нас в Кубе Уразия, это Филинг Морис, это Сорес, это Каунда Парк, это Британский совет, посольство Великобритании, это Мирмара. Они будут очень серьезно подтягивать наши денежные средства. И когда мы, как сомневая подходы, итоги эффективности работы наших социальных проектов, мы просчитываем несколько показателей. Показатель первое. Количество средств, привлеченных на одну бюджетную гривну. В хорошие годы было 8, в этом году 2,9. Тем не менее, на одну бюджетную гривну мы прикрепили 2,9 гривны от донорских организаций. Вторая формула, которую мы просчитываем, вот видите, это Кубе, привлеченных средств. Вторая формула, которую мы просчитываем, это затраты на одну гривню. Посмотрите, это тоже очень интересная. Формула 2006, это у всех нам.